Всем привет! У нас новый влог. Я варю компот сейчас из яблок, слив и кизила, и немножечко сахара, чтобы он был такой кисло-сладенький. Я обожаю такой неприторный вкус. Зажарка у меня на суп из фрикаделек скоро будет. И героиня кухни, это вот эта банка из фикса. Я себе успела ухватить ее. Здесь 3 литра стоила, она 199 рублей. Ну и, конечно же, самое главное, то, что здесь есть кран. Правда, он, конечно, пластиковый. Не знаю, сколько он прослужит, ничего тут не отвалится. Посмотрим. И здесь, я хочу сказать, вот это вот все дело очень плотно крепится. И вот сколько у меня стоит компот уже полчаса ждет, пока я долью сюда остальное. Здесь ничего не капает и ничего не проливается. Здесь такая прорезиненная штучка. И с другой стороны, изнутри банки тоже. И, видите, все хорошо здесь устроено, ничего не протекает. Ладно, буду доваривать компот и долью сюда. А потом я поставлю это дело все в холодильник, чтобы у меня был холодный компот. И буду подходить и наливать туда. Краю вот так поставлю полки. Ну или можно найти какую-нибудь подставку, потому что так вы, конечно, не нальете. Ну вот, красивый компот, освежающий. Пожалуйста, подходите, наливайте. Супер-пупер. Рубрика «Небольшие покупки». Я в фикс-прайсе урвала. Вернее, я непосредственно купила, а мне купили, потому что я просила, если увидите, пожалуйста, возьмите мне эту вещь. Я же мониторю группу ВК фикс-прайс и узнаю там о всех новинках. Ананас. Ну посмотрите, это же модная тенденция уже, наверное, этот год точно, ну и прошлый было популярно покупать и украшать интерьер вот такими ананасами. У них есть белый вариант, серебристый. Ну и, конечно, я взяла золотой. Смотрите, как он блестит. Я не знаю, что это за материал, потому что я уже выкинула этикетку. Стоил он 199 рублей. Вот моя ладонь. Ну, сантиметров 20, наверное, длина. Супер. Я когда-нибудь куплю себе эту знаменитую полку, этажерку из икеи со стеклянными полками. Покрашиваю ее когда-нибудь золотой цвет. Я все мечтаю это сделать. И буду декорировать ее в том числе и вот этим ананасом. Не знаю, когда я все это сделаю, но я очень сильно надеюсь. Также я еще еду в отпуск и собираю вещи. Мы завтра уезжаем вечером на поезде. И я составила себе список, который разбит у меня на категории лицо, тело, волосы. Там все вещи, вплоть до мелочей, которые иногда забываешь. И я беру и отмечаю очень удобно, просто супер список. Сейчас у меня этот процесс облегчился намного. Вот я в прошлый раз забыла взять головной убор на пляж от солнца. Без него вообще было очень все плохо. И очки я забыла взять. Но в этот раз я все вписала и все беру. И хочу вам показать. Посмотрите, я тут формирую вот эту косметичку скропа. Эту чудную леопардово-розовую. И здесь все очень хорошо помещается. Еще наложу и доложу вещей. Вот сюда в боковой можно упаковать ватные диски, ватные палочки. Короче, плоские всякие вещи. И вообще супер. Я прям жду не дождусь поехать уже в отпуск. Что еще? Я по акции в Магните купила себе два моих самых любимых карандаша. Ну, вернее, это один оттенок, десятый. Просто была акция два по цене одного. Они часто это проводят. Они вышли мне, эти карандаши от Stellar. Уже вы можете это наблюдать за 140 рублей. И этот оттенок, десятый, он самый лучший для меня. Он сейчас у меня на губах. У меня частенько так спрашивают, что я наношу. Я обожаю этот карандаш. Я часто наблюдаю с девушками, вот что они наносят. Иногда вот смотришь, кажется, ну, слишком коричневый. Иногда думаешь, слишком розовый. Иногда думаешь, слишком красный. Это я сейчас про категорию нюд. Но вот этот цвет, на мой взгляд, он просто идеален. Я прям с удовольствием его ношу. И сейчас, повторюсь, это мой самый любимый оттенок карандашей. И стоят они по акции очень даже недорого. Единственное, что он леопардово красивый. Но буквально через неделю он превращается вот в такое вот непонятно что. И все стирается, номера стираются, ничего не видно. И еще я приобрела себе то, что давно хотела. Это гаджет в поездку. Вот такой дорожный фен от фирмы Марта. Это неизвестная мне была фирма до последнего времени. Но она английская, насколько я прочитала. Но делается, конечно, в Китае. Что здесь? Тысяча ватт мощность, корпус из термостойкого пластика, автоматическое отключение при перегреве. Также турмалиновое покрытие решетки образует отрицательно заряженные ионы, снимает заряд с волос, делает их посушными и блестящими. Концентратор для укладки, петелька для подвешивания. Стоило это чудо на Wildberries всего лишь 535 рублей. У меня в белом цвете. Он также был и на Азоне за вообще 430 рублей. Но это копейки, я считаю. Но Wildberries классен тем, что там доставка за 2 дня. Мне нужно как бы быстрее, потому что я уезжаю завтра. И выглядит он вот так. Очень симпатичный фен. У него очень длинный шнур, хотя на сайте написано 60 см, но тут метр, наверное, с чем-то шнур. Два режима. И он действительно хорошо работает. Вот эта насадка снимается. И сложили, положили, завернули. Супер! И он очень легкий. Чуть попозже мы с вами протестируем. Я хочу засечь время, за сколько он мне посушит волосы. Ну, это пока все покупки и все новости. Я накупалась. Это можно заметить по моему слегка покрасневшему лицу. У нас, кстати, сегодня 29 августа и уже прохладно. Ночью спать с открытым окном холодно. И с утра я сегодня пошла в платье с коротким рукавом. В коротком, соответственно, я тоже как бы замерзла. Меня это, если честно, разочаровывает. Вот эта вот пора, когда заканчивается лето и постепенно становится прохладно, прохладно. Мне от этого лично грустно. Сейчас мы будем с вами тестировать маску от фирмы Эмви. Они мне уже присылали дневной и ночной кремы. И я им пользуюсь с удовольствием. Это у нас питательная витаминная маска для сухой чувствительной кожи. Отвар шалфея, лаванды, календулы. Энина цей. Не хина цей, энина цей. Масло кунжутное, ши, сладкого миндаля. И, в общем, много чего здесь есть. У Эмви, кстати, сейчас проходит очень классный конкурс на обзор продукта. Если у вас есть инстаграм и желание участвовать, я оставлю вам ссылку внизу. Обязательно почитайте. Там несложные условия. Там великолепные призы. Можно стать амбассадором этой фирмы. Можно выиграть контракт с ними. А также продукцию на 100 тысяч рублей. На самый классный приз это поездка на Кипр с основателем бренда. Так что я вот думаю, участвовать мне или нет. Маска такая очень приятная в нанесении. Она как подтаявшее сливочное масло. Аромат ненавязчивый. Он такой. У них в этой линейке, я так понимаю, одна линия вот этой отдушки. Все ссылки я вам оставлю внизу. Повторюсь и на эту маску, и на условия конкурса. Успокаивает, смягчает, разглаживает. Улучшается внешний вид. Становится кожа гладкой, упругой. Улучшается тонус и цвет лица. Ну что ж, посмотрим. Нанесу перед укладкой сыворотку от Lador, которая мне очень нравится. Она такая шилковистая. Она очень хорошо действительно разглаживает. Она, знаете, очень силиконистая на ощупь. И, наверное, за счет этого волосы разглажены. Вот такими движениями. Я сняла вот этот концентратор, потому что, мне кажется, ну, когда его нету, как бы больше воздух охватывает поверхность волос, они быстрее сушатся. Тем более, он мне не нужен. Я не укладываю волосы при помощи расчески. Я просто их вот так хаотичными движениями сушу. Сейчас я включу. Может быть, будет громко. Но чтобы вы просто послушали, как он звучит. Это был первый режим. И второй. Ну, в общем, и на первом, и на втором, мне кажется, поток воздуха одинаковый. Я сейчас засеку время. И посмотрим, сколько мне нужно будет для полного высыхания моих длинных и не тонких волос. Обычно мой большой фен высушивает волосы полностью, наверное, минут за 7-10. Ну, в зависимости, какие они у меня были перед сушкой. Ну что, я пошла тестировать. Ну, вернее, я никуда не пойду, я буду тут сидеть. Так, ну, я, наверное, соврала насчет большого фена. Хотя, может быть, и нет. Ну, я действительно им сушу 7 минут. Ну, может быть, меньше иногда. Я этим феном посушила также за 7 с половиной минут. Сначала мне показалось, что он какой-то слабенький, но он действительно менее мощный. Но потом, вот, пожалуйста, 7 минут. И волосы высушены полностью. И внутри, и везде. И негладкий, и красивый. Может быть, эти ионы действительно работают. В отзывах писали, что он долго служит. Все отлично. Поэтому супер. Там, конечно, были маленькие фены из большей мощности. Там 1600 ватт. Но они стоили дороже. Я пока не готова как-то раскошеливаться на хороший дорожный фен. Решила вот попробовать бюджетный. И пока что все хорошо. Сейчас я промокну маску. Вообще, я люблю маски, которые питательные и которые не надо смывать. Мне кажется, что они так лучше воздействуют на кожу. Ну, не знаю, может быть, это просто из-за ощущения, что у вас эта маска осталась на лице. Ну, по ощущениям кожа прям такая гладенькая. Немножко даже маслянистый есть осадок. Вообще, у этой серии, вот у меня ночной крем, который антиэйдж. У них у всех направленность такая на глубокое питание, я так понимаю. Очень будет интересно проверить всю эту линейку вот с этой масляной направленностью зимой, когда я страдаю от шелушений. Для меня это главный показатель. Косметичка из кари, я ее специально покупала для путешествий, чтобы упаковать всю до последнего продукта из декоративной косметики, чтобы все лежало здесь. У нее два отсека, смотрите, как все хорошо здесь поместилось. Это все мои кисти, которыми я пользуюсь вообще в принципе в поседневной жизни. Ну и, соответственно, на отдыхе это все, чем я наношу макияж. Также здесь прям отлично поместилось зеркало из фикса, которое я беру в поездке. Я это застегну. И вот здесь сбоку также большое отделение, куда поместилась вся моя декоративная косметика. Даже еще осталось место, но я все упаковала. Так что очень классная вместительная и компактная косметичка. Я тоже поймала волну моды и купила себе вот такие кроссовки, модные нынче на платформе. Классные, смотрите, они здесь и змеиный принт, и шнурки, и этот персиковый оттенок, вставки. Мне очень они понравились. Стоили они 2-300 по супер скидкам. Магазин, как назывался, я честно не скажу. Ну, это вот магазин из разряда, я увидела на полке кучу этих модных кроссовок, зашла, и мне как бы даже не важен магазин. Я думаю, в любом торговом центре крупном такие магазины сейчас есть. И я их уже носила. Что хочу сказать, они, конечно, не такие удобные, как Найки. Это не Найк. Оно и понятно, они немножко давят пальцы. И долго в них ходить очень даже некомфортно. Они сейчас у меня немножечко грязные, и я хочу протестировать вот эти вот салфетки влажные от Фаберлик. Я уже ими пользовалась. Ой. Я пыталась ими смыть на куртках, знаете, где воротник от тонального средства, потому что я слышала, что они помогают по отзывам на ютюбе. Но они вообще ничего не стерли. Они пахнут спиртиком, эффективное удаление свежих пятен, загрязнений. Деликатно, быстро, удобно. Может быть, они действительно как экспресс-помощь. Но так как я слышала, что они оттирают и не свежие пятна, я возлагала на них надежды. Сейчас я хочу посмотреть, как они поведут себя с этими пятнами. Они не такие активные на моих кроссовках. То есть тут как бы не ошметки грязи, просто такой налет. Что ж, проверим. В принципе, да, оттирается хорошо. Так что для кроссовок эта вещь подходит отлично. Да, вот смотрите, все стирается. Ладно, отлично. А то я хотела на них уже ставить крест. Та-да! Чище, чем моя комната сейчас. Сегодня воскресенье. Я только проснулась. Я вообще любитель... Ну, я же Соня. Я любитель спать. Я вообще могу это делать профессионально. Я могу спать ночь. Я могу спать потом весь день. Вот. Ну, я люблю лежать и люблю спать. Все. Это мое любимое занятие. Я в ночнушке как бы в милынной, не обращая внимания. Че я вам хотела рассказать? Я проснулась и мне хочется вам рассказать про кератиновое выпрямление волос. Меня как-то уже об этом спрашивали, показать, рассказать. Я вам сразу скажу. Кератиновое выпрямление волос не является оздоровительной процедурой, как об этом пишут в Инстаграме, в Интернете и так далее. Это тупо химическое выпрямление волос. Как раньше была химическая завивка. Ну да, раньше это вообще был просто полный трэш. Сейчас выпрямление волос это та же химическая процедура. Может быть она в какой-то мере менее вредная на какую-то долю процентов. Но мое личное мнение, что вот эти все выпрямления, сероцирование, ламинирование, ботокс для волос, который тоже делается при использовании высоких температур, это визуальная процедура. И никакого оздоровления волосам вашим не несет она. Во многих случаях она несет даже разрушение. Я сделала кератиновое выпрямление, наверное, года 3 назад. Я заплатила тогда на длину волос, но у меня, может быть, было чуть короче. 3 тысячи. Мне она понравилась, она подошла на мои волосы. Я просто купила специальный состав себе для этого выпрямления и сэкономила кучу денег. Короче, сейчас я покажу, чем я пользуюсь, а потом я вам расскажу про опыт других людей, которые я слышала. Значит, первое, что вам нужно, это глубоко очищающий шампунь. У него PH 8-9, он прям вымывает всю грязь, потому что для процедуры выпрямления волосы у вас должны быть суперчистые. На них не должно быть ничего, ни укладочных средств, ни масел, ничего. И это у меня BB Gloss, здесь 500 мл. Я вам, наверное, ссылки оставлю, просто чтобы вы посмотрели примерно, сколько все это стоит. Я покупала давно этот шампунь за 1000 рублей, и у меня еще здесь, наверное, половина, если не больше. У меня раньше был кератин Nutrimax. Это бразильская фирма, одна из ведущих на мировом рынке. Также еще Америка делает кератин, но у меня был только бразильский в моей практике Nutrimax. Объем 500 мл, наверное, вот года 3 назад стоил 5,5 тысяч. Сейчас, наверное, он чуть подороже. И мне этого кератина хватило на очень много раз, учитывая то, что я еще отливала другим людям его попробовать. Ну, в общей сложности, наверное, раз на 12 его хватило. Сейчас у меня вот такой маленький кератин от BB Gloss, 100 мл, и мне его хватит, наверное, еще на 2 раза. В общем, я сейчас быстро расскажу. Вы моете волосы этим шампунем тщательно, потом сушите горячим воздухом до полного высыхания, без использования всяких расчесок. Потом наносите этот состав. На корни не наносим, наносим примерно вот так. Отсюда. Но я наношу даже вот отсюда, потому что тут у меня волосы, они прямые. Хорошо это дело промакиваем так, чтобы не стекал этот состав, но и чтобы сухим не оставался волос. Оставляем на некоторое время, чтобы он повоздействовал. Потом сушим именно холодным воздухом, чтобы он не успел кристаллизироваться. Потом ставим выпрямитель на 210, может быть 220 градусов. И по маленьким прядкам проходимся вот так и выпрямляем волосы. Да, волосы потом удивительно гладкие, очень красивые. И за счет вот этого эффекта достигается мысль о том, что волосы здоровые. Просто потому, что они гладкие, они лучше отражают цвет, они блестят, ну в общем они прямые. И вам кажется, что волос здоров. Но это не так. Это просто визуальный эффект. Я не делаю часто эту процедуру. Я вот, наверное, за последний год ее сделала один раз. Потому что потом волосы все равно, они, не знаю, как-то меняются что ли. И они уже все равно более гладкие, чем мои натуральные. Раньше, если бы я помыла голову, у меня волосы были вот такие. Но сейчас, если я мою волосы, они у меня более-менее прямые. Да, они вьются, с этим ничего не сделаешь. Это генетика. У меня не идеально прямые волосы, вообще к чему я и стремлюсь всю жизнь. И они вьются немножко. Но даже после того, как я использовала кератин уже очень давно, я не знаю, волосы помнят это, не помнят. И они все равно более прямые. Вы меня поняли. Меня несколько человек, видя, какие мои волосы, спрашивали, что я делала. И просили дать им этот кератин попробовать. Вот двое меня просили. И у двоих абсолютно разная реакция волос. Одна попробовала, ей вообще не понравилось. У нее попортились волосы, не знаю, начали выпадать. Короче, не подошло. А у другой девушки, у которой такие же волосы тонкие, ей прям очень понравилось. И я ей даже потом еще раз давала этот кератин. Одна знакомая просто сходила в парикмахерскую, где ей сделали кератиновое выпрямление. После этого у нее жутко прям обломались кусками волосы. И это было ужасно. Не знаю. Я не советую делать это выпрямление тем, у кого очень тонкие волосы, у кого мало объема, потому что вы, наверное, все-таки реально их попортите. У меня жесткий волос, пористый. И мне это подошло. Еще один нюанс. Это испарение, потому что это химия. И когда вы выпрямляете волосы при воздействии горячего утюжка, происходит вот это испарение, от которого слезятся глаза, першит в горле и все прочее. В общем, я долго думала вообще рассказывать вам об этом выпрямлении или не рассказывать, но так как меня попросили, я вам рассказала именно свой лично опыт. Хватает эффекта, но все равно с течением времени волосы уже не такие прямые, они все равно вьются и так далее. Но, наверное, где-то на 2 месяца хватает эффекта того, что волосы вот такие прямые. Так что решать вам. И я хочу уже закончить этот влог, потому что я его очень долго снимала. Я за это время успела уже съездить и в Абхазию. Кто подписан на меня в Инстаграме, уже видели. Так что всем пока. Спасибо, что посмотрели влог. Надеюсь, он был для вас полезным. Продолжение следует...